25-годовый юбилей установления дипломатичных относин помеж Беларусью и Китаем у Гродни отзначили великим концертом театра песни и танца с провинции Ганьсу, а так само открытем выставки картин, написанных у китайским стыле Гродинской мастачкой. На урочистостях присутничал надзвычайный и паунамоцный посол Китая у Республицы Беларусь Цуи Цимин, який провел перомовы со старшиней Гродинского облаканкама Владимиром Крауцовым. Об всем подробностях в виде материала Юрия Корняловича. Драконы, червоные лихтарики и незвычайные гуки музыки. С первых минут гости драматичного театра, которые пришли на концерт, окунулись в культуру Китая. Театр песни и танца с провинции Ганьсу подрихтовал для гродинцев насыщенную, яскравую программу. Театр с Ганьсу – первый коллектив с Поднебесной, который открыл символичные культурные вороты в Гродне. Рашение обнадания города над неманом статуса культурной столицей Шалкового шляху в Беларуси было принято на приконце минулого года. Разом с экономичными складальниками трансграничного проекта была досягнута дамова наладить и творческую связь. Не секрет, что любое выстраивание международных отношений, выстраивание экономических отношений, все начинается с культуры, с культурных отношений между людьми, между народами. И хочется сказать, что китайские наши коллеги в области культуры, у них интересные есть номера, интересные есть, есть что интересного показать белорусскому зрителю. Своей особливым мостом помеж китайской и белорусской культурой изъявляется и творчество Дома и Гродинской мостачки Марыны Ильяшевич. Аутерка, процуя о аутентичном китайском стиле, прыгатым к раницам натхнения для ей являются как исходные, так и белорусские мотивы. Это традиционная китайская живопись, все работы написаны тушью, минеральными красками, что позволяет храниться им долго, они не боятся столетий. Здесь на экспозиции предоставлено и китайское творчество, и тематика, и наша белорусская. Очень много образов именно женских, детских портретов. Символично, что церемонии открытия выставы у нового замка приняли удел на звычайный полномостный посол Китая в Беларуси Цуй Цимин и старшиня Гродинского Абл-Выконкам и Владимир Крауцов. Як означалося наурашистости, супрацовниство помеж нашими краинами выходит на новый узровень. Разом с экономичными проектами активно развиваются и культурные совязи. А при Неманске край и провинция Ганьсу являются лидерами у этого на керунку. Сотрудничество и между нашими странами, и между Курцинской области и провинцией Ганьсу имеет большой потенциал, и прекрасное будущее, и прекрасная перспектива. И посольство Китайской народной республики, и я как посоль, я буду содействовать в дальнейшем развитии именно сотрудничества и связи между нашими странами и между нашими регионами. Китай очень древняя страна, с древней культурой, очень интересная оригинальная культура, но нравится и Гродненцам, и мы сегодня в этом убедились. И мы стремимся показать и нашу культуру, белорусскую культуру, культуру нашей Гродничины, многонациональную культуру. И китайцы очень заинтересованы к нашим предложениям, и я удовлетворен, что у нас такие контакты стали развиваться. Завершился день китайской культуры у Гродни доубаковыми перамовами помеж послом КНР у Белоруссии Цуицимином и старшинёй Абл-Ваканкамом Владимиром Кравцовым. Блоб Меркована – дальнейшее экономичное супрацовнество помеж Принёманским регионам и провинцией Ганьсу. У приватности Гродничина уже наладила экспорт молочной продукции в Поднебесную, а областным центром планируется житявить шерох инвестпроектов с китайским капиталом. Продолжение следует...